И так, всем привет дорогие друзья, с вами Тутен Палут, а мы с вами вновь в игре Just Cause 3. Да, я знаю, очень давно, очень давно я её не записывал, два года назад был последний ролик, по ней охренеть конечно как время летит. Ну короче, я решил то, что надо это исправлять, если уж начал плейлист, надо заканчивать. И собственно, пока арк я не снимаю, хотя по арку очень интересный видосик разрабатывается, вам обязательно понравится, пока что поиграем в Just Cause 3. И да, сейчас пока была черная пятница, я взял все дополнения на Just Cause 3, по пипец какой скидке, то есть набор стоит 1100 рублей, а я взял за 78 рублей. У нас теперь просто, ну, все дополнения, даже по сюжетной линии на Just Cause 3 открыты. Вот просто посмотрите на эту карту. Я не знаю, есть ли сейчас оводы, которые смотрели мои ролики по Just Cause 3 до этого, но просто посмотрите, как расширилась карта. Добавился вот этот остров, это я точно скажу, добавился вот остров, зона скат. Добавились также миссии. Я смотрел, где последний раз мы с вами были. Последний раз мы были именно вот на этой миссии, вот на этой ракетной ковбой. Да, ее мы прошли в прошлый раз, но не в этом суть. Я ее без вас допройду, потому что в плейлисте старом она есть. Кому надо будет, посмотрите. Сейчас мы обратим внимание на две новые миссии, которые благодаря дополнениям появились. Давайте начнем, ну, с той, которая поближе, что ли. Вот это вот у нас что такое за миссия? Экипировка. Миссия экипировка какая-то. Очередная беда, кто-то нападает в случайно выбранной деревне. Твергуры троллевали. Вот, на миссию экипировка сейчас с тобой пойдем. Я, кстати, не понял, где она. А, 8 километров отсюда, ну. Ехать на машине не вариант, это и так понятно. Полетаем. Вот такой скин на Вингсьют, еще такой же скин на парашют мне тоже дали. Из-за приобретения дополнений. В принципе, мне нравится. Кстати, все настройки выкрутил на высокое. Вы не представляете, но оказывается, реально, из-за того, что у меня умирал жесткий диск, у меня начали подлагивать даже на такие игры. Сейчас, слава богу, этого уже нет. Да, конечно, на Вингсьюте лететь 7 километров, это такое себе веселье. Но зато вы можете посмотреть вот на такие отпадные виды, да. Можно, кстати, ускоряться. Вингсьют ускоряется, если делать вот такие переходы с парашюта на Вингсьют. И это хорошо. Ну, пока, собственно говоря, меня не было. Я вот проходил миссии именно до этого момента, приблизительно, где мы остановились в прошлый раз. Надо закрывать плейлист, надо проходить, а потом, может быть, если будет настроение, мы даже и Just Cause 4 поиграем, потому что бесплатная раздача в Epic Games'е сделала свое дело. Такие дорогие игры раздавать, ух. А, да, кстати, хочу сказать интересный факт. Для тех, кто хотел поиграть в арк с Epic Games'а, с друганом, у которого арк в Steam'е, у вас это не получится. Потому что сервера Epic Games'а не поддерживают Battle.ly. Это странно, да? Ну, вот так вот получилось, что не поддерживают и все. А Battle.ly требует, типа, так и так. Не надо быть в тебе уверенным, говорит. А нифига. Ты же взял с Epic Games'а за бесплатно, вот и все. Вот такие приколы. Кстати, времена, когда я записывал с Epic'ой, тоже возможно скоро вернуться, но пока нет возможности. Пока мы просто смотрим вот так вот на видео. Эй, Акуилла! Готов спикировать и освободить наших братьев? Тут неподалеку перевозят пленных. Освободи их. Блин, ладно, давайте освободим пленных. Все-таки не могу, надо освободить. Все-таки не могу, надо освободить. Прям чувствую, что надо освободить. А что вы все так? Восстание провалится. Акуилла наносит новый удар. Лол. В области обнаружен враг. Всем бойцам доложить обстановку. Оторваться и защитить, ору. Ебать! Куда так полетел-то? Дурак что-то совсем. Я могу занять место стрелка, кстати. Но непонятно, поедет оно нормально или нет. Ага, хуй. Я понял, блядь. Ладно, останавливаемся и начинаем огонь. Ай-яй-яй. Беда прям. Так, кто тут больнее всех фигачит? О! Да. Развернись еще, ну-ка. Так, рекорд восьмерочка. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Дород вновь принадлежит народу. Спаси учелов. Ну, просто нельзя было проходить мимо. Нельзя было. Так, ладно, поехали дальше. Тем более нам за это, кстати, дают дополнительное. Чего бы нет. Опа, финты. Вот это вот я низко взял. О! Хорошо-то как. Да, бля! Прям это. Прям над землей лечу. Вообще похер. Вот это вот уже рисково. Тут надо набрать. Ну да, задний пока я играл, навыки мои вернулись веселенькие. Встречайте меня. Тут очень много всякой фигни вообще. Всяких тронов там добавили, из которых можно будет угнать. Там они что-то делают. Всякий хаос. Вот эту вот всю фигню. Прикольно, короче. Вот там вот я лечу на миссию. Какой-то экипировка написано. Ну, что-то, блин, реально далековато. Такие долгие передвижения, они, конечно, мучают. Но иногда приходится. Потому что на ту миссию, я как понял, быстрое перемещение у меня не работает. Именно потому, что я город там не зачистил, чтобы туда перемещаться. Опа. Хорошо-то как. Давай. Вытягивай. Интересный такой ландшафт тут. Конечно. Конечно. Опа. Кстати, что у нас по звуку? Вот так и не посмотрю, что у нас по звуку. А, вот звук не сильно громкий. Ладно, тогда нормально. А то думал, у вас там проблемы сейчас будут. Так, прыгай. Да, блин. Вот. Все. Вот сейчас вот отсюда точно долетим. Вообще спокойно. Не, конечно, скины штука классная, да? Вот здесь какая-то новая доп. миссия. Что-то тут грохнуло, что ли? Интересная картина. Смотрите. Коровы духовые лежат. Жесткая. И что тут такое грохнулось? Только непонятно что. Ладно, давай начнем миссию. Мне даже самому стало интересно. Шелдон, что случилось? Что происходит? Вот ты где. Боюсь, мы столкнулись с новой угрозой Амбре. Я был на окраине деревни. Тут из ниоткуда появилось не пойми что и принялось стрелять. Настоящая бойня, иначе не скажешь. Но в неразберихе кто-то из повстанцев все же сбил летающего робота. Снова гибнут жители Медичи. Что это за роботы? Не знаю. Похоже, какие-то боевые беспилотники. Иден. Да, раньше это была большая корпорация. Они занимались всякими высокими технологиями, наукой. Роботы там, авиация. На, на, всячина. Давай угадаю, Шелдон. Тоже твои клиенты? Где мне их искать? Эй, не гони, сынок. Я просто, просто логотип узнал. Думал, они уже лет 10 как прогорели. Но выходит, что нет. И теперь я должен их остановить. У меня есть для тебя подарок. Небольшая штучка. Поможет тебе покорять небеса. Очень интересно. Валя! Изготовлена в Медичи руками Даймы Аль Масри. Как раз вовремя. Берегись, партнер. Беспокоят меня эти дроны. Нужно разобраться, с чем мы столкнулись. Постарайся взять одного целого. Конечно, Шелдон. Сейчас как, подкрадусь? Это, знаете, это миссия, кажется, после прохождения основного сюжета. Инструкция, пункт первый. Баваривые двигатели позволяют взлетать с земли. Нихуя. Хо-хо-хо-хо. Пункт два. Ускорение можно использовать в воздухе. Нихера себе. Внимание. Баварий дает много энергии, но нестабилен. Ускорение отключится на несколько секунд во избежание перегрева устройства. Это должно снизить вероятность взрыва. Охереть. Вот это я точно не ожидал. Но хоть предупредить. Почему изогретение дай мы всегда взрываются в случае отказа. О, вот это тебе пригодится. Торможение, вот лев можно применить. А, вот это тормоз у нас, да? Бля, классно сделано. Безопасность прежде всего, да, Шелдон? Что-то безопасно притемлиться. На малой высоте нажмите тормоз. Тесты показали снижение частоты там. Интересно, а мне этот двигатель теперь вообще на весь сюжет дадут к ключу? Нихуя себе! Да я точно теперь железный человек, я в шоке. Уклонение, я в шоке. Смотрите, оп. Круто сделано, мне нравится. Не, мы еще сегодня дополнительную миссию какую-нибудь посмотрим. А потом уже я начну допрокаживать обычный сюжет. И будем сюжет. Ну, может быть, еще частями это. Но, просто понимаете, напишите в комментариях, как лучше. Опять дроны. Они закапываются в землю. Значит, они пришли за Баварию. Повеяло методами Диравелла. Просто понимаете, вот в чем фишка-то. Если мы будем сейчас проходить это, это уже идет дальше самого сюжета. Полетел, боже. Я хуя. Кстати, играем на высоких настройках графики. ФПС охуел, мне кажется, от этих дронов. Если есть еще какие-то советы от Даймы по управлению Винкслутером, самое время мне рассказать. Гля, ну мне нравится такое перемещение. Охуеть. Это реально, Робио. Я теперь как самолет. Я еще ракетами могу. Ору, я еще могу делать стрелять ракетами. Я просто в шоке. Вот так давай. Опа-на. Ля, ну это пиздацая глава, кстати. Для прохождения после основного сюжета. Ля, давай в обычную форму. Реально пиздацая, слушайте. Мне нравится. Ну, а давайте напишите в комментарии, мы будем попутно вот эти дополнительные миссии делать. Или все-таки сначала пройдемся по сюжету, а потом будем это проходить. Напишите мне, пожалуйста. Вот эту херню сбить надо. Какой дрон. Бля, а хп-то малое. Тихо. Тихо. Бля, а что с дроном-то делать? Его этой-то можно, ёбать? Бля, а хуеть. Он еще не ловится. Еле-еле поймался, я в шоке. Сейчас отхилимся. Победите подавляющего дрона. Ну, мать, вот эта миссия. На нахуй. Это, кстати, пушка тоже из дополнения. За место базуки хорошей. Бля, ну пиздарку слушай. Вот, у меня есть знакомый, работает авиадиспетчером. Они там заметили какую-то аномалию над Медичи. Что-то заслоняет воздушное пространство, как он сказал. Я попросил его передать тебе координаты. Должно быть оттуда дроны и развлекаются. А, ебать, смотрите, как это... А кто ты? И что вам нужно? Я уже начала думать, что постоянные взрывы не выстрелы повредили. Я иду за тобой. И я тебя остановлю. Ты же вообще не понимаешь, с кем свинал. Бля, я тоже нихуя не понимаю. Я по кавахую. Но пока не могу понять, зачем Иден так много Бавария. Даже не знаю. Ясно одно. Ради своей цели они готовы убивать гражданских. Значит, твой выход. Бля, ну дополнение классное. Не поспоришь. Если это миссия на один раз, это весело. Ну, я надеюсь, нет. Потому что мы еще вторую сегодня посмотреть хотели. О, загрузка. О, загрузка. С мерами с большой танкер. Готов спорить. Работает на Баварии. Тогда понятно, чего они так за ним охотятся. Им нужно больше Бавария любой ценой. И вряд ли они вежливо попросят. Я не дам им навредить народу Медичи. Он и так слишком долго страдал. Да, видишь ли? Джентльмены, подвольте вмешаться. Если вы пришли обсудить условия вашей капитуляции, я готова вам сделать хорошее предложение. Но если вы решите и дальше уничтожать собственность корпорации, мои последствия будут самые неприятные. Предупреждаю в последний раз. Ладно, пускай будут переговоры. Прикольно. А, вот. Это типа миссия конец. Дядюшка Шелдон вызывает майора Рико. Шелдон вызывает Рико. Черная рука. Помнишь таки? А, эти жутковатые бойцы в тяжелой броне? Очень умелые? Ага, они самые. В общем, они дюжинами ловят повстанцев в Медичи. И по всему миру. Вот такие дела, Омбре. Может, ты их теперь спасти захочешь? Все дело в том, что мы не знаем, где держат пленников. Мы только выяснили, что их грузят на самолет на аэродроме на северо-западе Медичи. Это все, что у нас есть. Так, я, собственно, нахожусь здесь, да? К этой миссии... Закрытая миссия. Освободить провинцию, корабль. Идан, ёлку твою мать. Вот тут, короче, вот этот корабль появился. Теперь, получается, его надо будет освобождать. Ладно, допустим. У нас следующая миссия интересная. Вот тут находится. Черная рука. Вот сюда сейчас сходим, кстати, посмотрим. А, ладно, немного выбираем. В принципе, еще можно. Так, ёптюма, 17 километров. Ладно. Я, короче, включу, когда буду там записывать. Так, вот мы сюда и прилетели. Не, конечно, у меня этот нагрудник остался. И это, жесть, это просто жесткая имба. Мне интересно, могу ли я назад обычный поставить. А, во, Баварева, Винексьют. Давай, Винексьют, огонь. Во. Все, у нас будет обычный Винексьют. А то это жесткая имба. Поиграем по обычному. А то я на этом Винексьюте прилетел до этой миссии. Понимаете? Поиграем по этому по обычному. Зачем нам это все? О, тоже доставочки. Шелдон, они грузят пленников на самолет. Что это значит? Не знаю, почему черная рука так положилась. Обычно они так стараются не привлекать внимания. Давай, Шелдон, хоть сейчас не тяни время. Что ты знаешь? Могу сказать одно. Если все это продолжится, то они и нас выставят в дерьмовом свете. Ну, давай, проходи. Поднимайся, живо. Шевелись, не то подохнешь. Эй, не трожь его. Ну все, я начинаю. Эй, полегче. Надо узнать, куда они направляются. А от мертвых долгу будет мало. Ладно. И какой у тебя план? Да просто спрячься на самолете. Тебя отвезут туда, где ты сможешь в волю покуражиться и повзоровать. Ты и мертвому болтаешь, Шелдон. Ладно. Но после этого я допишу в резюме навыки шпионажа. Угадай кто. Спасибо за помощь. Пилоты могут услышать. Куда они нас везут? Я слышала о охране, говорил про Лакриму. Не волнуйтесь, я все сделаю. Не, такие, конечно, доставки пиздатые. Это центр управления в Лакриме. Мы видим вас на радаре. Назовите себя. ЮЗ-1259. Просим отключить гравитационное поле. ЮЗ-1259. Сообщите код доступа для прохода через поле. Десят передача. Код принят. Разрешаю посадку. И что теперь? Отойди от двери. Ладно, ребята. Расслабьтесь. И наслаждайтесь спектаклем. Ух, сейчас мясо будет. Ух, сейчас мясо будет. Не, ну да. Покажу сегодня две... Это, кажется, два разных дополнения. Сейчас вам покажу. А в следующей серии уже будем по обычному сюжету идти. А потом уже эти дополнения тоже пройдем. Ух. Контрольная точка. Ну давай, понеслась. Сюрприз. Опять они? Похоже, сюрприз им не понравился. Помните. Ранят. Прикольно так. Выпускать дополнение. И дополнение сюжета. Мне нравится, в принципе. Шелдон, я нашел базу черной руки на острове, который называется Ладжин. Бля, тишь, 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 тишь. Остроблакрима, первый раз слышу. Похоже, у них тут идет серьезная операция. И мне это совсем не нравится. Сделай милость, узнай, что задумали твои приятели. Ладно, ничего не обещаю, но попробую покопаться. Смитер на боли. Ай, для чего? Ууу. Пизда. Вот что за дрон это нахер. Похоже, у черной руки новые игрушки. Лови гранаты. Вообще, что ли, ничего не работает? Тетсировал, что не работает. Ну-ка, мне еще чуть-чуть. О, на этого дали. Еще можно мне патронов? О, спасибо. Ну-ка. Во. Эй, ты что-то уронил. Вообще, ничего не берет. Я охереваю. Похоже, это сделано для мехов. Эт, что такое? Поднять на нее? Посмотрим, что она делает. О, блядь, вовариваю пушки всякие. Черт. Теперь даже уключить батарейка кончается. А, она временная? Как тростки убрать? Еще раз. Не понял. Ну вот, я притягиваю. А, вообще, на все надо. Включается с этим устройством, можно перегрузить энергощиты. Вот это будет здорово. Понял. Ухерить. Вообще, ни хера не открывается. Еле-еле. В этом мехе нет места для твоих. Этот, теперь мой. А, ничего себе. Биометрический сканер обнаружили нового пользователя. Калибровка настройок. Запуск процедуры загрузки. Охерить. Постойте-ка, я узнаю этот голос. Кого-то понизили в звании. Чтобы завершить создание профиля, назовите свое имя. Ты меня не помнишь? Я Рико Родригес. А, с... Рико Родригес. Добро пожаловать в семью водителей меха. Мех способен активировать мех-совместимые нажимные панели. Я понял прикол. Короче, тут по сюжету, скорее всего, сначала это Иден, а потом уже вот эта вот херня всякая. Не помню, что-то мне не хотят. Я понял прикол. Сначала Иден, а потом уже вот эти вот роботы. Я все понял. Для работ по сносу мех использует революционную технологию управления гравитацией. Используйте силовой толкатель, чтобы ломать стены. Нихера себе. Вот мы и добрались до интересного. Внимание! Силовой толкатель даже на расстоянии наносит большой урон. Следите, чтобы перед началом работ в зоне проведения не было сотрудников. А, вернуться в район. Начнем работать, сотрудник в Питбаринке. Ха-ха! Пока не понимаю, как с него стрелять. Пока только вот этот фон. Да, все. Грустов, высокоэнергетический антигравитационный транслятор, хват, служит для подъема и перемещения грузов. Используйте хват, чтобы держать предметы перед мехом. Чтобы бросить предметы, отпустите хват. Понял. Жесткая херня, вообще жесткая. Пора испробовать новую игрушку. Хе-хе, хера. Вот это приколы. Ух, блядь, хересос. Ух, блядь, хересос. Ладно, использую хват, чтобы отстресить эту херню. Допустим. Ладно, проехали. Я тут вижу большую красную кнопку. Интересно, зачем она? Во, наконец-то. Дали мне пострелять, наконец-то. Ладно, ну это эпично, хочу сказать. Вот это старая суббота. Ух, блядь, нихуя себе. Нормально. Вот и весь бой, да? Ору. Умри, как мужчина говорит, блядь. Шелдон, этот остров Лакриба очень занятное место. Угадай, чьи тут строения. Наших старых друзей из корпорации, да? Да, 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 вот это вот второе будет, а то первое, я запомнил. После сюжета будем это проходить. Мы с тобой знаем, почему. Ну, похоже, тут давно никого не было. Или просто на десяток лет. К сожалению, существуют области, до которых мех не может добраться. В эти области попасть можно только пешком. На этом вступительная программа завершена. Поздравляю, теперь вы квалифицированный водитель Меха. Можете покинуть машину. От имени корпорации Иден, желаю вам хорошего дня. Спасибо. Чтобы пойти в бой, пленникам нужно оружие. Надо отыскать арсеналы. О, здорово. О, больно, 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 больно. Тихо, тихо. Это было больно. Надо будет не автомат поменять, а у юбочный. Ну, вообще слабый. Так, ну давай. Сейчас сам сражаться буду нибудь. Эй ты, я здесь. Нужна твоя помощь. Мы должны захватить улей. А, еще один код. А че ее так закрыли-то жестко? Она вообще кто? Что творится на этом острове? Что задумала черная рука? Я кое-что услышала. Как раз за это меня заперли. На вершине вон того холма есть большой комплекс улей. Там полно всякой техники и оружия. На острове есть и другие пленники. Если освободишь всех, я помогу тебе поднять восстание и захватить остров. Идет? Устроить хаос и взрывать всякое? В этом деле я эксперт. Ох, ладно, это все потом. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь вы рады, вам понравилась эта серия. О, еще и поселения эти добавили. Ладно, всем удачи и всем пока. На следующей серии будем проходить обычный стандартный сюжет, а уж потом эти дополнения. Ну и конечно прикол с этим... Винкс Ютум вообще пипец, на котором уже летать можно, но мы так читерить не будем. У нас сейчас будет стандартный, но раскрашенный. Вот, поэтому всем удачи и всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не болейте. Субтитры сделал DimaTorzok